сумасшедшие перекаты плес и ямки ну там вот покидал я уже короче обошел вот этот участок тут впритык не дышит спину этот страдалец пойду я наверное пока смотаю спиннинг ну конечно вот этого леса вообще не было то есть можно перейти на другую сторону чуть выше переката на самом перекате просто скользко можно блин набрать воды надо палку вырубать ну а так вот выше по плёсу вполне интересно ну тут на плёсе в принципе даже покидать можно я сейчас супа раскинула плюс здесь я и скидал все там вот вещи лежат у меня полчаса как-то так пролетела незаметно минут может 25 радости ну а сейчас пойду дальше в лес туда по ямам посмотрю что там потому что здесь собственно никогда не ловилась по большому счету так мелочевка всякая но что удивительно я даже галиянов не вижу 7 часов 53 минуты вот я сделал ошибку что пошел вверхом все таки но мне там яма помешал и вот ивняк то есть всю косу которая тут была огромная обширная коса практически вот до начала вот это и вот но где курс стоит и вот так вот это все было низина тут никакой реки не было река текла ближе вот к этим вот и он практически вот по границе он их был берег но может чуть метра три-четыре ближе малую воду а сейчас вот и я пошел туда же тропы нет то есть люди вообще не ходили ту пойма такая ужасная человеческий рост вот эти вот кусты то есть это я метр восемьдесят сапогами она выше меня вон там вообще по два метра даже два с половиной то есть просто чертополох колючки в общем леска путается но можно было по низу пройти то есть видно что там мелко не плюс все сырое но уже я ладно дошел до верха сейчас прогляжу так но единственно что камни очень скользкие и крупные по ним идти неудобно и пойду вот я весь мокрый уже хорошо что как говорится это тут я вышел трава еще просматривается а вот здесь вот метров 30 сзади там вообще выше кепки еще медвежьей ловушки когда встаешь там лежит коряга и на полметра ниже нее дырка качкарники что если бежать быстро можно просто ногу туда квакнуть но мне надо дойти хотя бы вот до поворота вот где наклонное бревно там лежит там будет дорожка вот она вот до этого места там в лес будет дорожка и переход вот там собственно начало рыбалки реальные здесь это так мой конкурент вон там вот бегает на мысу где я бросал но он такую типа на чебакасность поверхность ну пусть бегает может поймает чем там привык вот я практически дошел до поваленного тополя смытого но тут ямка есть конкурент дергал за мной по другому берегу палочный тут про . мелкая вещи он кинул на разведку что даже малька не видел хотя кормовая база есть вообще удивительно не видно дали нос либо и кто-то сильно разогнал либо все-таки трава нули хорошо речь хотя у час мой конкурент вытащил харизенка на удочку ну я на удочку поэтому у меня все немножко хуже ладно пока я не завтрак и не то чтобы завтрак и подкрепиться можно было конечно чаю попить ну иду дальше потому что хождение тропы нет то есть никто особо тут не ходил давно вернее что то есть но мне подсказывает что она звериная потому что шелк две ростки обнаружил может кабан какой может косуля может даже мишка малину нашел поел чуть-чуть малина неплохая вот здесь вот только там сломать ноги можно потому что малиник растет в бревнах вот перекат какой красивый главное чтоб ничего не отвалилось пристегнуты ботинки рук свободных в одной телефон в другой жрачка вот так ниже покидал он открытый поэтому навряд ли тут что-то будет стоять сейчас более перспективные места дальше собака меня облаял этого товарища и камни здоровыми голова то это даже носком втыкаешься иногда больно приспособил спиннинг хочу сейчас вот сюда покидать под эту корягу сейчас вещи вот здесь сбоку закинуть если мне позволит глубина не хочется шуметь лишний раз поэтому так вот аккуратно проберусь больно неудобно не за что схватиться третья точка опоры нужно сильно скользкие камни так ну там вот дальше яму очень большой если их не замыла вот там под бревнами конечно все опять поменялось но тем не менее начинается ямы начинается то что мне нужно так вот сюда скинем вещь покидаем сейчас и пойдем дальше там тропа вроде вот под эту корягу уж больно на перспективный 8 часов 40 минут 10 минут назад я вышел по старому руслу реки собственно к той точке маршрута с которой хотел начать рыбалку но обнаружил тут конечно же сумасшедшую воду огромные глубины новые заломы перспективные конечно но будут ли за ними зацепы но в целом не очень хорошее место потому что перепад большой глубин и течение очень быстро то есть у меня легкие блесны просто они и плюс масса зацепов то есть если зацепишь не отцепишь и невозможность перемещаться по реке то есть глубина большая очень при этом берег смыло то есть вот сейчас где лежит бревно вот это вот черта это собственно был берег вот примерно до той вот до того острова то есть уходило но чуть дальше зато вот побочную протоку промыла сумасшедшую там вот где течет вода там тоже было как бы завалено основное русло было под этим берегом сейчас их два достаточно глубокие стремительные ну в общем тропа которая шла видимо ее смыло вместе с бревнами под которыми можно было рыбачить там новые заломы вышел но это все надо исследовать веселит опять чесать по лесу искать тропу вон до той косы ну в общем сплошное исследование поэтому я решил ну глубина большая то есть тут про сапоги даже думать нечего по пояс при этом течение просто сумасшедшие то есть вот тут уже точно на лодке можно рассекать затяжков вообще нет и там тоже под берегом большая глубина ну как бы такой сливчик очень бурный почему-то тут заужено русло она рыба может и есть но не трудно взять крайне сейчас пара закинула дурака пока у меня вот чает кипятится тут будут были кирпичи все это смыло неплохие бревна сидушки увы это вот остатки все смыло то есть то что заросло травой никаких следов биваков он остатки какие в том году это смыло или в этом выше вижу еще одного рыбака вот яркий красный он уже топчется он как типичный придурок топчется по яме вместо того чтобы не рыбачить он не встал выгнал всю рыбу и в итоге ну понятно воскресенье даже не один даже двоих там ну воскресенье понятно люди тупо кидают на течение вместо того что если не трое даже ну собственно вот убежал я сзади у меня два рыбака появилась от них убежал к другим приезжал ну ладно отдыхаем пьем чай может тут интернет есть ну подкрепился я малеха сожрал йогурта сожрал бутерброд мясной черным хлебом подсушился потому что стоны вот мокрые от росы появились первые комарики солнышко тепло 9 утра почти думаю как перебраться вот на ту сторону ну вариантов все равно нет ни на лодке никак не успеешь такое сумасшедшее течение что про байдарке вообще можно забыть и унесет нафиг не перегребешь ну и глубина не очень большая вот пробовал под эти деревья щас покидал в эту яму но легкая выбрасывает надо воблер ставить ну воблер просто жал жалко есть особой глубины тут нет пока вот я записывал меня комар укусил в руку вот кровище и коряк за которыми может стоять мало попробую покидаю ну и этот берег крутой еще и мог полный подумать и вот я собирался отсюда чуть выше думал может переберусь на тот берег но там выше перекат есть может туда сходить просто вещи кидать нет не хочется потому что что народу как на первостроителей проспекте тишня кишит ноги могут приделать она конечно всяко бывает ну так сбегать на легке на разведку посмотреть что сейчас становится жарко он тополь падает прям на стоянку на меня вот он наклонился под мыло его и он уже то практически я прошел по старому руслу речки ну старое русло условно она заросла тут просека была тропа тут имеется но я чуть стороне шел по дороге но дорога вообще уже просека заросла тысяч уже сто лет никто по ней не ездил а но это тропа идет похоже дальше вот люди ходили видно было тут костер жгли не факт что они пришли с моей стороны вот тут дорога пошла на вдоль как бы но мне надо туда то есть я пришел все правильно я пришел с другой стороны где-то мы тут кедр сажали увы не судьба ему вырасти был он был ближе к речке возможно этот участок замыла причем нашли кедр тоже он был на краю почти обрыва почти смытый можно по дороге конечно пройти сейчас ямы поискать хотя там люди были здесь вот комаров валом можно поискать грибы тут где-то должны дальше быть елки там такие мрачные что-то вот смотрю как будто другой лес прям по поля почему-то растут ну какой вот контраст до резки ладно сейчас чуть-чуть пройду по этой дорожке то старая просека тут последнее что есть был трактор типа беларусь дрова заготавливали люди там тропинка была ну тропинку смыло раз вода так близко подступила то тропинку конечно смыло пошел я без куртки а тут расаешь да ну там ломиться надо и сапоги пока опустил не буду ломиться никуда вон там он дальше начинается бурелом сушил сапоги сушил внутри сейчас по россии опять их намочу к стене то тоже высыхает но повлажнее тоже лес такой старый плесневеет но эти вот контрасты конечно от них сносит просто воображение переход от одного типа леса к другому к третьему непролазного бурелому каким-то лугам болотом к лесным просто чащобам наоборот каким-то продуваемым красивым но он тополя какие гигантские лесам почти хвойным за лимонником я конечно не переберусь на другую сторону на другой стороне лимонник можно попробовать но вода большая относительно не лето все таки извините грязь всякая выходит живут тут никаких придуманных вирусов не наблюдают ой рыбак продолжает сидеть сидеть продолжает вот я увижу он замаскировался ну просто пугать рыбу сидеть на яме разогнав всех хариусов и линков оттуда пытается изобразить чего мелочь будет брат стечения возможно настоящие уйдут может он ко мне их пригонит да кто же знал что так все получится девять часов с копейками ну пока пытается значит интернет сумасшедший 4g в полутора километрах от радиоцентра отправить несчастный видеофайл там 60 мегабайтов размеров я решил пойти все-таки вверх по этой дорожке вверх по течению почему потому что рыбачки сейчас которые сверху были мимо меня проскочили вниз они с удочками не с блеснами соответственно у меня шанс есть они в шум перестали может рыба подойдет через полчаса через час вот это вот не знаю на наверно упала все таки если вы не подумал и пройдусь вот здесь вот может ямки найду короче собрал так мимоходом не все в смысле не стала горелку даже раскручивать поставил ее пока кружкой прикрыл потому что тут вот стоянка была вот это вот полянка стоянка давно известная тут народ китовую рыбачек ставит бивачок вам жует сетку ставят по ямам сейчас гляну просто ям нормальных нет для рыбалки везде сумасшедшее течение везде вот плюсы какие-то дикие вон там он даже вот с той стороны получше вон там то есть может где-то все-таки удача улыбнется чего-нибудь ну и плюс я вообще меня нужда не заставляла так высоко ходить до сюда я примерно чуть выше доходил мне хватало поэтому поисследуем те места где сто лет не бывали просто ради интерес про медведя у них не спросил ну тут тропа такая пробитая что-то смотрю прям вытоптаны тут видимо ходят чаще и больше и чаще но все-таки ближе уже к радио центру поселку этот километра 34 пробежаться за час нужно по дороге нами еще быстрее и плюс рядом домишки всякие так главное не уронить в это говно телефон можно кэшн камеру даст ну тут вообще и стоп-то на все да пошла прусик так мне тропа нужна с моей же следы выйду у меня снасти всякие воблеры есть можно покидать отдыхать так отдыхать но джунгли настоящие да видно то есть растут лианы подвесок в котором просто зайдешь и застрянешь потому что он виснет на ногах плюс колючки схватиться рукой многие растения колющиеся всякие неприятные шипы причем они зараза еще гниют поэтому папоротники через которых вообще не видно тут маленький еще по пояс а есть и в человеческий рост если свету достаточно никто их не забивает он лиану то есть просто дикие джунгли но тут вот профиль его и и это вот следы наводнения это не человек это все река весь берег был вот прям под это все вот на мула гравий то есть реально был берег вот здесь утек тут метра три-четыре просто по выломала как видите все боковые деревья превратила основное течение забросала гравием мусором заломами сначала падает бревно потом туда начинает засыпаться гравий мусор всякий и в итоге милеет а русло убегают в сторону лягушачья икра даже в принципе место нормально сейчас брошу единственное вот все ямы которые были рыбные они теперь никакие вода мерки вам бегают даже запах болотный конечно ключики бьют вода чистая холодную все равно не то что надо для того тут очкам любителям кто уточек разводит он видно мелко какой песок ямы ты сможешь если можно здесь пошастать тем не менее зато удобно должно быть немного комаров продуваем ветра кстати нет это очень хорошо но рыбачки вон ниже рыбачьи там на плюс кому что в общем попробуем сейчас покажу они с удочками с броднями сумасшедшим народ считает что чем больше бродни до подбородка тем типа рыбалка круче на самом деле шансов утопнуть выше гораздо потому что бродни когда человек падает они кверху поднимаются и он плывет вниз головой благополучно захлебываясь бегу срочно потому что не взял телефон ну блю фокс как говорится есть блю фокс третий заброс и уже поймался думал хариус оказался все таки линочек это вообще ни о чем срочно его отпускать надо молоть линка поэтому быстренько его в воду сейчас он он пришел в себя вот я его реанимирую вот он стоит он в течение все отпущен кто не видит раскраску шоколадную он иди на течение все но рыбка есть но мелкая ой пришлось его из-за того что я бегал слегка окунуть были замазал котуху ну ладно обычно делаю какую-нибудь опору да ну хорошо взял ну не крупные так к сожалению плохо может выловили крупно а может просто крупный не кормится уже проспал я место чисто ли ночи как кстати плюс хариусный а вот это вот пленочные коля коряги ну мелкие это не те речки на которых я ездил от рядом с городом крайне мелкие но тем не менее есть хотя бы это радует мой бивачок мой обед уже тут муха умудрилась залететь сволочные темущики без вопросов так короче поймал еще одно харюсенка тоже отпустил по что мелкий здесь же и у меня разыгрался аппетит захотел пожечь костер надо место сказать прокачать все таки может рыба появится а то все кидаю без толку чем ну и солнце вроде так то появится то исчезнет потерял уязвичный шнурок не могу найти что где он у меня на глаза попадался ну что-то я его не могу сейчас достать подзарядить телефон ну рыба есть тут глины лазают обнаружил поймет норки раз норка значит рыбы много иначе она ушла бы в другое место просто с голоду не выжила бы причем так щедро она отметила свою точку кормления здесь вот глины под залома тут же дрова и конечно интересное место получилось абсолютно с новой реальность то есть если текла река вот здесь вот основная вот этого не было а тут был остров сейчас все поменялось абсолютно то есть вот этот все участок промыло просто собственно это деревья вот они выше были их оттуда выковырил и принесло сюда под этот берег а этот берег стал мелким ну странно конечно была глубина приличная по пояс тут и выше я могу бы растут вязы липы вот липа огромная он на той стороне одна он вторая в общем полная смесь тополя да ёлки похоже смыла тут росли еще вроде как ёлки смыло их чертям здоровые и вековые ну классно то что хотел получил в общем эмоции рыбалка не особо задалась ну попробуем еще разуюсь эту сапогах уже устал перекушу а там видно будет что дальше вот если присмотреться то напротив меня это сопка вдоль которой проходит дорога то есть изгиб реки под 90 градусов просто река уходит вправо суп она разумеется не разрезает ника она и огибает вот отсюда уже антенны не видно потому что я близко очень подошел сижу кайфую сушу ноги сушу сапоги ну так конденсат все-таки есть немножко загораю у меня тут капучино как ни странно оказалось очень даже неплохой вот рекомендую мак-кофе капучино вариант вкуснее чем обычный тройной кофе одна проблема что нужно большую кружку то есть его где-то на пол-литра можно разбавлять на две кружки 200 граммов хватает но поел все как бы костер догорает сейчас пойду 2 заход делать может что-то поизобретаю попробую поймать большую рыбу все-таки она себя никак не проявляет ну либо мелких несколько поймать ну как мелких хариус кобы штук пять ногу бы хватило вполне на хорошем но не таких маленьких как я пойму так выбивать рыбу конечно просто из дури жалко но по ощущениям рыбы тут меньше стало причем скорее всего связано вовсе не с рыбалкой с отравлением речки потому что меньше галина кормовая база за ужина ну либо кто-то крупный шарухается второй вывод который выгребает все это не дает размножиться мелочи до большого количества такой вариант тоже возможен потому что орлана я видел орлан тут конечно постоянный обитатель лет последних 90 100 но тем не менее он должен тоже чем-то кормиться если вам было было голодно он бы даже на тот же амур или на протоке улетел он вполне себе тут даже рядом с городом практически с поселком сытые довольно дров тут немерено без всякой пилы хотя конечно ножовка полезного было можно было всякие сделать для тента и прочее прочее то есть не в лесу вот здесь комара вообще нет сейчас небольшой ветерок был один буквально три метра в секунду и вообще сдул в лесу конечно комары достают но мошки нет на радость вот люблю это время когда нет мошки то есть вспоминать прошлую рыбалку да там мошка просто убивающая была на той же горной ручки тут я вам стою даже не чешусь нисколько тут за это я семенку люблю конечно не такие жесткие условия как на других реках может просто это для меня чисто не знаю но я тут от мошки сильно особо не страдал было конечно мошка летом в пик ну так чтобы съедала чтобы просто шевелилась все на тебе вся одежда от мошки такого нет вот птички поют какие-то все люди люди убежали все это очень хорошо потому что создавали они ненужный шум ненужную суету пугая больше всего рыбу еще раз в сопке вот к этому на максимальное увеличение вот там под ней идет дорога но она выходит не хочет она увеличивать фокуса вернее не получается но она выходит в ленинский район то есть две дороги параллельно но на разных бортах реки последние дни лета в общем лето заканчивается попробую снять галиянов малек тут есть вот в этой луже совсем мелкий но вот крупные гальяны стайка сейчас убежала подводная камера есть но я не сниму вот они крупные вон они убегают под корягу хотя не часа не подойдут под ноги вот они копошащиеся киты вот мелкие гальяны вон там крупные бегут ага покусанные есть покусанные есть это радует значит кто-то их кусает вон у него прям спина выкушена белого кусок прям спины ничем плавает при этом сейчас попробую на него навести заметную так что хищники есть но вот поэтому они шкирятся от хищников туда где совсем мелко до крупный этот рыб не полезет вон они в ночь ко мне залезают сейчас увеличение меньше сделаю крупные ломанулись под корягу опять он стоят недоверчиво смотрят ну я уже в ямах их видел просто вот снять хотя не мертвая рука так совсем разделся было что-то жарко часто солнце спряталось по прохладе связь только телефон это не везде попробую я все-таки на крупные что-то у меня сейчас не подсеклось даже может быть и крупная была какая-нибудь или ленок или еще кто-то попробую поставить на крупную рыбу с приманку сегодня взял один спиннинг лишний не захотел таскать по кустам по этим незнакомым можно было конечно два взять ну ладно